Здравствуйте, уважаемые зрители! И в этой 21-й части нашего видеообзора мы покажем, почему поражение Российской Федерации в Российско-Украинской войне неизбежно. И сделаем это на фоне сравнения артиллерии, буксируемой и самоходной. Из ролика мы узнаем, как проходила демилитаризация российской армии в продолжающейся Российско-Украинской войне, а также узнаем, как произошла милитаризация Украины самыми современными и передовыми западными образцами артиллерийских систем. Сравним их характеристики и боевые возможности, а также покажем, почему Российская армия стала массово проигрывать Украинской в контрбатарейной войне. Это когда Российская артиллерия стала подавляться Украинской, и таким образом Российская армия стала все больше терять свой потенциал артподдержки. Нужно сказать, что в прошлых видеообзорах мы разобрали сравнение Украинской армии по танкам, боевым машинам пехоты, бронетранспортерам, бронеавтомобилям, и теперь продолжим рассматривать сравнение армии по всем вооружениям и технике. Берем артиллерию. Сразу нужно уточнить, что это в СССР было много артиллерии под разный калибр, например САУ, под калибр снаряда 122-152 мм. Естественно калибр 152 мм летит дальше, и это важно, потому что например в НАТО решили сделать акцент именно на артиллерии калибра 155 мм. Зачем делать меньшего калибра, если ее дальнобойность будет меньше? Конечно, там есть разные виды пушек меньшего калибра, но в основном это буксируемая специальная артиллерия, например для горно-пехотных соединений и так далее. А в целом в армиях НАТО самыми распространенными самоходными артиллерийскими установками и вообще буксируемой артиллерии являются системы калибром 155 мм. Так вот в России основная буксируемая гаубица это советская МСТА-Б, созданная в 1986 году, калибр 152 мм. Эта артсистема была также одной из основных и в украинской армии. В российско-украинской войне по мере износа стволов и эксплуатационного ресурса МСТА-Б в целом, в Украине ее стали заменять на западную артиллерию, которая стала поступать в помощь Украине в войне с агрессором. И западные системы стали вытеснять советские, а потом и преобладать, полностью вытесняя советские. Украина вступила в войну с советской артиллерией, как и Россия. Но потом Россия стала продолжать использовать советские образцы, а Украина стала переходить на западные. Через год войны западная артиллерия стала основной для Украины. Это как в буксируемой артиллерии, так и в самоходной. САУ. Так вот изначально, на момент начала полномасштабной российско-украинской войны, Украина и Россия обладали арсеналом советских арт-систем. Это касается как буксируемой, так и самоходной артиллерии, да и по большей части реактивных систем залпового огня в том числе. Про САУ и РСЗО мы узнаем в наших следующих частях видеообзора. А пока остановимся на буксируемой артиллерии. Пойдем от большего калибра к меньшему и рассмотрим самые массовые буксируемые гаубицы, которыми оснащены украинская и российская армия. То есть те, которые имеются в армиях в большом количестве и соответственно, которые имеют большое влияние на войну. Итак, Украина и Россия имели в своем арсенале такие гаубицы, как 2А-36 Гиацинт-Б и пришедшую ей на замену более новую 2А-65 Мста-Б. Сразу уточним, что это арт-системы одного калибра 152 мм и используют одни и те же снаряды. К примеру, осколочно-фугасные 3ОФ-29, активно-реактивные 3ОФ-30, управляемые 3ОФ-39, Краснополь и так далее. То есть многие снаряды унифицированы, как и порой состав выстрелов в целом. На хранении вооруженных сил РФ имеется большое количество гаубиц Гиацинт-Б, которые по дальности превосходят Мста-Б. У России на 2022 год было более 1000 таких арт-систем. Как мы уточнили ранее, они имеют одинаковый калибр и могут использовать одинаковые боеприпасы. Украина, кстати, тоже имела порядка 200 таких арт-систем. Мста-Б это более новая арт-система, которая пришла на замену Гиацинт-Б. Гиацинт был создан в 1975 году, производился до 1989 года. А Мста-Б, как мы уточнили ранее, была создана в 1986 году и стала поступать на вооружение армии в 1987. Максимальная дальность ведения огня Гиацинтом составляет для осколочно-фугасного боеприпаса 28,5 километров. А это больше, чем у Умста-Б с ее 24,7 километров. Но в целом это меньше, чем у американской М3-7 в 30 километров и более. Теперь берем активно-реактивные боеприпасы. Дальность Гиацинт-Б осколочно-фугасными снарядами составляет 30,5 километра против 24,7 Умста-Б. И все они уступают американской М3-7 с ее дальностью в 40 километров и более. Если быть точнее, то осколочно-фугасные снаряды М795 с усиленным зарядом работают на дистанции до 25 километров. А снаряды с увеличенной дальностью, известные как ARF-B, могут достать противника на расстоянии от 28,7 километра до 37 километров. Уточним, что эти снаряды не имеют газогенераторов, то есть не реактивные. Они имеют такую дальность за счет измененной формы, которая сильнее сужается к передней части, а также более высокую начальную скорость полета при выстреле. Вот как выглядит этот боеприпас, если его увеличить. Как видим, сильно отличается от базовых снарядов по форме. А вот эти снаряды в Украине. Так что Вооруженные Силы Украины уже очень активно используют и эти снаряды в том числе. И в том числе на гаубицах М3-7. Поэтому чаще всего на них просто указывают максимальную дальность стрельбы 30 километров плюс. А управляемый экскалибур летит на 40 километров плюс. Так что по дальности ведения огня М3-7 значительно превосходит советский гиацинт Б и М100С. При этом более новая М100Б проигрывает по дальности предшествующей ей гаубице гиацинт Б. Теперь в чем между ними разница? А в том, что создание более новой М100Б подразумевало увеличение точности стрельбы, увеличение углов вертикальной наводки, скорострельности, маневренности и так далее. В общем, улучшение большинства основных тактико-технических характеристик. Но такое улучшение потребовало уменьшения массы гаубицы в целом. Гиацинт Б, кстати, литера Б означает, что артсистема буксируемая. То есть гиацинт Б и М100Б буксируемые, а гиацинт С и М100С, литера С, означает самоходные. Так вот, гиацинт Б имел дальность ведения огня немного дальше, чем М100Б. Потому что эта артиллерия использует стволы длиною 7562 мм против 7200 мм у М100Б. Разница не такая уж и большая, но на дальности это сказалось. Также, чем длиннее ствол, тем давление пороховых газов в нем выше, что требует усиления толщины ствола. А это дополнительная масса артсистемы в целом. Чтобы снизить ее массу, потребовалось использовать более короткий ствол и уменьшить толщину его стенок. А это потребовало использования новых, более прочных сплавов. То есть, при создании М100Б, основной задачей при ее разработке, помимо улучшения всех ее базовых тактико-технических характеристик, было уменьшение массы гаубицы. А разница там очень большая. Судите сами. 9760 кг у гиацинт Б против 7000 кг у М100Б. То есть, фактически 10 тонн против 7 тонн. Это очень большая разница на самом деле, которая не давала возможности развертывать систему быстро. Точно так же производить ее перевод из боевого в походный режим. Например, для смены позиции. Что больше подвергало поражение системы ответным огнем противника. Но уменьшение массы повлияло на дальность ведения огня. А на ум 100Б сократилось. Но при этом новая арт-система получила намного лучшую мобильность и точность ведения огня. Судите сами. Вот сравнительная характеристика покучности стрельбы. Отклонение по дальности ВДХ 1 к 363 против ВДХ 1 к 267 у гиацинт Б. Сразу уточним, что ВД и ВБ это величина отклонения. ВД означает величина отклонения по дальности, а ВБ величина бокового отклонения. Х или же Х это дистанция стрельбы. То есть, чтобы понять, насколько будет отклонение на максимальной дальности ведения огня, берем и делим дистанцию в 24,7 километра или же 24700 метров на 363. Получаем 68 метров отклонения по дальности. И при этом имеем еще и 11 метров боковое отклонение. Но это ведь круговое вероятное отклонение, а значит это радиус от предполагаемой цели. Это тот радиус, в который, как принято, по вероятности должно попасть только 50% от выпущенных боеприпасов. То есть, все вот эти метры отклонения, что мы подсчитали, в них попадет только 5 снарядов из выпущенных 10, к примеру. Остальные 5 вообще вылетят за пределы этого отклонения. Это означает, что выпустим, скажем, 10 снарядов по цели, мы получим тот факт, что только 5 из них упадут с разбросом в 136 метров по дальности и 22 метра по боковому отклонению. Остальные вообще упадут где-то мимо. Из попавших по круговому вероятному отклонению, кво, 5 снарядов, часть пролетят на 68 метров дальше цели, а часть не долетят 68 метров до нее. Плюс будет боковое отклонение в 11 метров вправо и 11 метров влево от цели. Там распределение приблизительно такое же, как и по дальности. Вот как будет выглядеть наша схема кво для мста B. Теперь смотрим вот этот графически изображенный график кво. Сразу уточним, что это в классической схеме кво при атаке боеприпасов под прямым углом такой график. Но мы разберем сначала именно его, так как он более иллюстративно показывает, что представляет собой кво. Для лучшего понимания, автор предлагает взглянуть вот на этот рисунок кругового вероятного отклонения. Здесь хорошо показано, как в процентном соотношении боеприпасы распределяются по зонам вероятности попадания. Нужное нам кво находится в самом центре, куда должно попасть 50% от выпущенных боеприпасов. Его-то и берут в расчет артиллеристы. Чтобы лучше показать распределение попаданий, вот рисунок, который показывает, как по зонам вероятности попадают 20 выпущенных боеприпасов. Из него мы видим, что 10 попаданий будет именно в центральном кругу. Второй круг – это еще 9 боеприпасов. И на самый крайний, самый большой круг приходится всего одно попадание. Такая округлая зона кво характерна больше, например, для минометов, где траектория полета боеприпасов приближается к прямому углу. Там непрямой угол, но он намного больше, чем у других артиллерийских систем. А у гаубиц это будет не круг, а вытянутый овал. О нем мы узнаем чуть дальше. В общем, по данной схеме получается, что все вот эти метры отклонения, что мы рассчитали, применимы только вот этому внутреннему кругу, куда должно попасть 50% боеприпасов. А если брать по радиусу, этот круг составляет приблизительно треть от того радиуса, куда попадут остальные 5 боеприпасов, которые не попали в наш 50% круг отклонения. Это означает, что отклонение остальных 5 боеприпасов будет в круге на расстоянии вдвое и втрое большем, чем рассчитанные нами 68 метров. Так 93% упадет на вдвое большем расстоянии от цели, а это 136 метров от цели до нее или после нее. А 99,8%, то есть фактически все остальные, на дистанции втрое больше, то есть на расстоянии 204 метра. И все это радиус. То есть снаряд может упасть как за 136 и 204 метра за целью или не долетев до нее. Все те же 136 и 204 метра. То есть общий разброс составляет 272 метра и 408 метров. Вдумайтесь только, 5 из 10 выпущенных снарядов по цели типа танк могут упасть с разбросом в 400 метров между собой на расстоянии 200 метров до цели или 200 метров за ней. На дистанции в 24,7 километра максимальная дистанция ведения огня мста Б. То есть еще раз подытожим. 5 снарядов упадут с отклонением в 68 метров от цели. Остальные 136 и 204 метра от нее. Это по дальности. А еще есть и боковое отклонение. Вот именно поэтому попасть с такой артиллерии по цели типа танк очень и очень трудно. Фактически нереально. Имеется ввиду, выпустим, скажем, те же 10 боеприпасы. Именно поэтому такая артиллерия работает по скоплению сил противника. А чтобы попасть в отдельно взятую цель, например танк, понадобится выпустить многие десятки боеприпасов. И это в случае, если он стоит на месте. А если двигается, то все сразу же многократно усложняется во многие разы. Если подставить цифры бокового кво и кво по дальности, то получаем вот такую вот форму кругового вероятного отклонения для мста B. Вот автор промасштабировал круговое вероятное отклонение мста B, учитывая ее кво в 68 метров по дальности и 11 по боковому отклонению. Масштаб сделан очень точно, с точностью до 1 пикселя. Это нам понадобится, чтобы сравнить все арт-системы по площади поражения по круговому вероятному отклонению. Что мы имеем? Как видим, кво 68 метров по дальности дает нам разброс снарядов в 136 метров. Ведь снаряд может упасть как за 68 метров до цели, так и пролететь за нее на все те же 68 метров. В сумме кво для попадания 50% боеприпасов составляет 136 метров. Это разброс 50% боеприпасов. Такой же разброс для остальных боеприпасов. 93% попадут в зону с разбросом 272 на 44 метра. И оставшиеся 99,8% боеприпасов должны попасть в зону с разбросом в 408 метров на 66 метра. Вот такая вот реальная точность и сектор попадания боеприпасов УМ-100Б по круговому вероятному отклонению. Получается на самом деле даже не вытянутый овал, а полоска вероятного поражения 408 метров на 66. И в ней, как мы посчитали, 50% боеприпасов упадут на участки 136 метров на 22 метра. Это и есть основная наша зона кругового вероятного отклонения для МС-100Б. Отсюда становится понятным, как важно правильно подобрать место для артиллерии для прикрытия важных рубежей обороны. Если враг идет колонной техники и прямо по ее движению располагать буквально несколько орудий, то они очень точно и качественно будут накрывать эту колонну. Фактически все КВО будет приходиться на всю длину колонны. А если артиллерия будет находиться под углом колонны, вот как на схеме, то КВО артиллерии накроет колонну очень ограниченно. И из десятков выпущенных боеприпасов только единицы смогут ее задеть. А если враг наступает широким фронтом и нужно прикрыть участок, например, шириной фронта в 500 метров и столько же в глубину, то несколькими орудиями не обойтись. Именно чтобы накрыть большие по ширине участки фронта, артиллерию размещают в батарее. В зависимости от калибра расстояние между ними может составлять, например, все те же 20 метров и более. Порой могут выбираться расстояния бокового отклонения или больше для обеспечения безопасности от ответного огня, когда арт-системы рассредотачивают и делают между ними капониры или защитные насыпи. Вот как на фото мы видим, что гаубицы батареи Мстабы размещены приблизительно на расстоянии 10 метров между собой, как раз соответствуют боковому отклонению в 11 метров. Но размещать так плотно артиллерию опасно, ведь один прилет от противника при ответном огне может накрыть сразу несколько гаубиц и их расчетов, учитывая радиус разлета от взрыва боеприпаса. Так делают только в случае внезапной контратаки или наступления, когда батарея выдвигается в указанный район, быстренько разворачивается прямо в поле, выпускает определенное количество боеприпасов, каждое, сколько требует задания, и потом сразу же сворачивается в походный режим и меняет место дислокации, чтобы избежать ответного огня противника. А иногда, чтобы быть как раз под нужным углом по отношению к направлению движения техники противника. Как раз то, о чем мы и говорили ранее, про угол атаки по противнику. То есть место должно максимально совпадать с направлением движения противника, чтобы нанести ему максимальный ущерб при израсходовании минимума боеприпасов. Образно говоря, чтобы все кво легло прямо по длине колонны техники, к примеру, или вообще концентрации противника. Образно говоря, выскочили на удобное место и атаковали и сразу же скрылись. То есть своеобразные вывозки для ведения огня по противнику. Это удобно, ведь с одной стороны всегда можно выбирать более лучшие места и углы для ведения огня, а с другой стороны бить всегда из разных мест, тем самым постоянно меняя позиции и не давая противнику нанести по ним ответный огонь. По батареям имеется ввиду. По позициям противник может атаковать, но там уже батареи не будет. Будет пустое место. Есть еще один плюс такого близкого расположения. Это кучность ведения огня всей батареей. Когда нужно накрыть определенную небольшую площадь, где есть концентрация противника. Ведь по боковому отклонению разлеты будут максимально рядом друг к другу. Плюс все компактно и боеприпасы всегда можно быстро подвести, развернуть, выстрелить в запас и уехать сменив позицию. Но есть и минус таких вылазок. Ведь когда артиллерия размещена плотно и ничем не прикрыта, вот как в поле, и нет между орудиями насыпи и оборонительных сооружений, то такая батарея очень уязвима для ответного огня противника. Ведь гаубицы просто в поле и разрыв неподалеку даже одного боеприпаса противника может осколками поразить расчеты сразу нескольких арт-систем. Поэтому артиллерию после проведения огневых стрельб сразу же перемещают, а в обороне, особенно когда приходится вести огонь продолжительное время, артиллерию рассредотачивают на большие расстояния. Вот как на фото. Тут между орудиями 40-50 метров. Это увеличивает ее выживаемость даже при обороне вылазками. Когда артиллерию вывозят на новый участок фронта для отбития, например, наступательных действий противника, ее не успевают окопать. На угол атаки по отношению к противнику может быть выбран более удобный или же эффективный. Но при этом увеличение расстояния между гаубицами уменьшает кучность ведения огня всей батареи. Для вылазок и тем более для постоянной обороны, артиллерию могут маскировать, окапывать и создавать капониры, насыпи между орудиями, для обеспечения ее большей выживаемости при возможном ответном огне противника. Вот как на фото. Мы видим, что МСТА-Б окопана и защищена насыпью, защищающей от осколков при ответном огне противника, если снаряды разорвутся где-то рядом. А вот фото, как маскируют МСТУ-Б, хотя вариантов может быть очень много. Это один из них. В целом получаем, что чем точнее артиллерия, тем меньше она требует соблюдения всех параметров по размещению орудий. Их можно устанавливать на больших расстояниях между собой и под разными, иногда даже невыгодными по отношению к движению противника углами атаки. А чем артиллерия менее точная, тем она требует более максимально выдержанных всех этих параметров. Размещать более плотное орудие между собой и под нужным углом по отношению к противнику, к его движению. Чтобы их круговое вероятное отклонение максимально совпадало по плотности. Точная артиллерия может быть больше рассредоточена и тем самым находиться в большей защищенности от ответного огня противника. Она свое КВО лучше и точнее корректирует. А менее точная артиллерия требует очень плотного размещения. В противном случае КВО и кучность ведения огня батареи будет меньше. В общем, если расположить в ряд 10 гаубиц на расстоянии 20 метров друг от друга, то получаем ширину фронта в 200 метров. 20 таких гаубиц дадут 400 метров ширины фронта. Ведь боковое отклонение у них 22 метра, если это Мстабе, к примеру. Вот как схематически будет выглядеть сектор поражения такой артиллерийской батареи на максимальной дистанции ведения огня, учитывая КВО. То есть 20 гаубиц Мстабе будут накрывать площадь 408 метров в длину и 440 в ширину. Ведь 20 гаубиц по 11 метров бокового отклонения. Это общая ширина бокового отклонения каждой в 22 метра. А вот как будет выглядеть сектор, в который попадет 50% боеприпасов. Это как раз наш КВО. А вот как 93% боеприпасов. Они выделены разными цветами. Вот почему артиллерийская батарея ведет огонь сообща, чтобы одновременно накрывать большую площадь поражения, где наблюдается концентрация противника. Чтобы за максимально короткий промежуток времени одновременно накрыть большую площадь. А вот как будет выглядеть наша площадь по круговому вероятному отклонению, если гаубицы Мстабе в батареях расположить на дистанции в 30 метров между собой. Как видим, КВО в 50% затраченных боеприпасов не будет сходиться между собой, а значит уже не покрывает поражаемую площадь целиком. Вот как будет выглядеть в таком случае поражение 93% боеприпасов. Тут уже площадь больше, а точность поражения меньше. То есть больший разброс по точности. Поэтому артиллеристы не просто так размещают плотно орудия в батареях. Иногда их размещение вообще близко и составляет приблизительно 10 метров между собой. Таким образом зоны КВО в половину перекрываются между собой каждым орудием и достигается максимальный эффект по точности поражения по круговому вероятному отклонению. Вот например как будет выглядеть зона поражения по круговому вероятному отклонению, если расположить гаубицы в батарее на расстоянии приблизительно 10 метров между ними. Как видим КВО куда попадет 50% боеприпасов очень плотная. И такая же ситуация с 93% боеприпасов и в целом по всем выпущенным боеприпасам. Разброс каждой гаубицы остается прежним, он не изменяется, это техническая характеристика. А вот площадь разброса всей батареи гаубиц при этом, при таком расположении очень плотном, очень уплотняется. И действительно КВО каждой гаубицы покрывает наполовину соседнюю. Это для обеспечения необходимой плотности ведения огня. Ведь скажем, если у одной из них снаряд улетит вправо от цели с отклонением в 11 метров, то вторая гаубица перекроет своим огнем левую часть от цели. Плюс все гаубицы стоя рядом находятся в одних и тех же метеорологических условиях. Например, если погодные условия будут способствовать, что все снаряды будут отклоняться чуть правее, то это будет у всей батареи. И все смогут перекрывать друг друга в том числе. Но для такого плотного огня приходится размещать артиллерию очень близко между собой. Конечно, такие количественные батареи используются не везде. Чем артиллерия точнее, и если она еще и оцифрована, то есть имеется бортовой компьютер, то всего несколько орудий могут накрыть очень точно такую же площадь. Все будет зависеть от их скорострельности и скорости корректировки огня. Если есть компьютер на артиллерии, то все намного упрощается, как по усилиям, так и по времени. Компьютер сам все вычисляет и делает поправки, и артиллеристам нужно только корректировать все по предложенным компьютерам данным. В таком случае современная высокоточная артиллерия может выпустить несколько снарядов по каждому участку, быстро корректируясь автоматически. Таким образом наносить огонь по большим площадям довольно точно и эффективно. А для менее современной артиллерии приходится использовать батареи из большого числа гаубиц, чтобы обеспечить хоть какую-то эффективность и точность ведения огня. Вот как точность играет важную роль. Если артиллерия точная, то всего несколько стволов могут сделать в разы больше, чем десятки подобных, но менее точных систем. В общем, с КВО круговым вероятным отклонением артиллерии мы разобрались. Теперь давайте посмотрим, насколько гиацинт Б уступает по точности мста Б. И делаем такие же подсчеты. Берем его максимальную дальность ведения огня 28,5 километров или же 28500 метров. И делим на отклонение по дальности в 267 и получаем почти 107 метров отклонения. Это отклонение для 5 выпущенных боеприпасов из 10 выстрелов. То есть 50% выпущенных снарядов лягут с отклонением от цели в 107 метров. Остальные боеприпасы, это 93%, лягут с отклонением от цели в 214 метров. И незначительная часть из них упадет с отклонением в 320 метров от цели. Это будут все 99,8% боеприпасов выпущенных. Это означает, что разброс 50% боеприпасов между собой будет составлять 214 метров. Остальные боеприпасы упадут с разбросом в 428 метров. И незначительная часть боеприпасов упадут с разбросом в 640 метров соответственно. Вот такой вот круг разброса для 10 выстрелов из гиацинт-Б. Теперь что с сравнением 100-Б из гиацинт-Б. 50% боеприпасов в первом случае лягут на расстоянии 68 метров против 107. То есть КВО соотносится как 68 метров против 107. Далее остальные 45% боеприпасов будут иметь соотношение 136 против 214 метров. И незначительная часть, 7% из них приблизительно, будут иметь соотношение 204 метра против 320 метров. То есть можно говорить о том, что точность моста-Б приблизительно на треть выше, чем у гиацинт-Б. Это означает, что гиацинту для поражения цели типа танк понадобится на треть больше снарядов, чем у мсте-Б. И это еще не все, ведь боковое отклонение у гиацинтов фактически вдвое больше. 11 метров против 20. Так что разброс будет больше на треть по дальности и почти в два раза по боковому отклонению. Вообще, как становится понятно из цифр, попасть артиллерии в отдельно взятую цель на максимальной дистанции ведения огня с артиллерией такой точности это фактически нереально. Это очень и очень сложно. Иногда дело случая. Именно поэтому артиллеристы из подобных систем ведут огонь предположительно по скоплению техники и живой силы противника, чтобы накрыть вот таким вот радиусом кого площадь, где присутствует скопление противника. И еще нужно еще раз уточнить, что расчеты кругового вероятного отклонения в основном подразумевают именно ту площадь поражения, на которую приходится 50% от выпущенных боеприпасов. То есть это та площадь, где соблюдается самая высокая кучность попадания. Все остальное, это 50% боеприпасов, имеет низкую кучность и характеризуется высокой степенью разброса, а потому артиллеристами не берутся в расчет. В связи с чем, когда для артиллерии указывается ее круговое вероятное отклонение, то подразумевается ее точность именно по этим 50% от выпущенных боеприпасов, то есть по самой лучшей точности стрельбы. Теперь давайте сравним зоны поражения по круговому вероятному отклонению Гиацин-Б и Мста-Б. Вот как выглядят зоны поражения этими гаубицами. Зона поражения у Гиацин-Б будет составлять 50% боеприпасов попадут в зону размером 214 на 40 метров, 93% выпущенных боеприпасов будут иметь разброс по площади 428 метров на 80 метров, и 99,8% выпущенных снарядов накроют площадь размером в 640 на 120 метров. То есть, как видим, Гиацин-Б сильно уступает Мсте-Б по точности и кучности. В результате данных расчетов мы видим, что Мста-Б не просто так заменила Гиацин-Б, она намного точнее. И, кстати, по вертикальным углам наводки тоже существенно выигрывает. У Гиацинта углы вертикальной наводки были от минус 2 до плюс 57 градусов, а у Мста-Б от минус 3 до плюс 70, что значительно лучше. В общем, Мста-Б практически по всем показателям превосходит Гиацин-Б, уступает ей только по максимальной дальности ведения огня. И все они уступают по этим параметрам и вообще по тактико-техническим характеристикам и возможностям американской М3-7-ки. Ну, к примеру, сразу же возникает вопрос, а какое же вероятное отклонение у М3-7-ки? Отвечу, 50 метров на дальность 25 километров. То есть, как раз на дальности, как максимальная Умста-Б. А это означает, что 50% выпущенных боеприпасов упадут в радиусе 50 метров от цели. При этом многие военные эксперты указывают, что точность по КО у западной артиллерии калибром 155 миллиметров составляет в пределах 30-40 метров по дальности. А это уже вдвое точнее, чем у Мста-Б с ее КО в 68 метров. Некоторые военные за рубежом вообще указывают, что круговое вероятное отклонение М3-7-ки составляет 25 метров. Ну, возможно, такие расхождения объясняются тем, что на более близких дистанциях ее КО действительно составляет 25 и 30 метров. А на самых дальних – 50. Возможно, также, что такая разница связана с тем, что сравнивают системы стандартные и оцифрованные с бортовым компьютером. Возможно, именно оцифровка дает такое улучшение по точности. А поскольку за рубежом есть арт-системы с компьютером и без, например, на хранении, то, возможно, в счет берется именно такое сравнение, что оцифрованные дают намного лучшие результаты. Если это так, то М3-7-ки с КО 25 метров – это почти в три раза точнее, чем Мстабе с ее 68 метрами. Возможно, именно поэтому украинские артиллеристы не раз указывали, что там, где западной артиллерии нужно положить всего несколько снарядов, чтобы поразить цель, например, типа танк, то на советской артиллерии для этого требуются десятки боеприпасов. Если реальное круловероятное отклонение западной артиллерии действительно составляет 25 метров, то тогда вообще все сходится. В таком случае М3-7-ки точнее, чем Мстабе почти в три раза, и точнее, чем Гиацинт-Бе в более чем четыре раза. Их КО составляет 25 метров против 68 и 107 соответственно. Это для 50% выпущенных боеприпасов. КВО-2 или же 93% попадут в зону 50 метров против 136 метров у Мстабе и 214 метров у Гиацинт-Бе. А остальные боеприпасы 99,8% или же КВО-3 попадут в зону с разбросом в 75 метров против 204 метров у Мстабе и 321 метров у Гиацинт-Бе. Получается, по круговому вероятному отклонению М3-7-ки во многие, многие разы точнее, чем советские арт-системы. Но опять же, это в случае, если у М3-7-ки действительно реальное КВО может составлять 25 метров на дистанции в 25 километров, например, если гаубицы оцифрованы. Если же оцифрованные арт-системы бьют на максимальную дальность с такой же точностью, как неоцифрованные. То есть, например, с КВО в 50 метров, то это все равно выходит намного точнее, чем у Мста-Бе и Гиацинт-Бе. На треть точнее. Мсты и более чем в два раза Гиацинта, а именно 50 метров против 68 и 107 соответственно. Хотя опять же, нужно уточнить, что на Западе в основном любят преуменьшать показатели тактико-технических характеристик. Так как это не только может иметь юридические последствия, но и ударить по имиджу производителя. Они могут указать реально КВО, например, до 50 метров. При этом так могут бить, например, уже изношенные стволы. А новые могут накрывать с КВО в 25 метров. И у оператора к производителю никогда не возникнет никаких вопросов. Так западные производители постоянно пытаются себя обезопасить и держать свой имидж по указанным параметрам и характеристикам. Ярким примером этого является, например, надежность стволов западной артиллерии и использование управляемых боеприпасов экскалибуру. А теперь по порядку. В пример идет САУ «Панцирь-2000» немецкий. Известно, что гарантийный ресурс стволов этой системы составляет до 4500-5000 выстрелов. Так вот в российско-украинской войне украинские артиллеристы поставили рекорды, умудряясь выпустить из них по 20-25 тысяч боеприпасов. И огонь велся довольно точно. Вот это и называется гарантия качества и немецкое качество. То есть стволы стреляют в разы больше, но по качеству производитель гарантированно обеспечивает их точность только до 5000 выстрелов. А используя управляемый боеприпас экскалибур, круговое вероятное отклонение составляет до 2 метров, в связи с чем многие американские и не только американские военные артиллеристы, НАТО в целом, когда их спрашивают про точность этого боеприпаса, шутят, задавая встречный вопрос. Через какое окно вы хотите, чтобы он прошел? Первые экскалибуры давали точность по КВО в пределах 3,2 метра, хотя везде фактически указывалось КВО до 5 метров. Потом они стали усовершенствоваться и достигли КВО 2 метров, имея высокую точность такого боеприпаса. То есть для поражения цели типа танк потребуется всего один такой снаряд. Стоимость снаряда и танка говорят о явной выгоде использовать такие боеприпасы как можно чаще. Так что, как видим, Запад везде преуменьшает свои тактико-технические характеристики и возможности техники, чего нельзя сказать о России. Ведь она сильно отстала технически от Запада и, по-видимому, чтобы показать своему населению, что страна еще может производить хоть что-то современное, на технике то и делается, что штучно завышается, по-видимому, и ее показатели и тактико-технические характеристики. В общем, пытаются подогнать все под западные возможности, чтобы на бумаге было не такое большое отставание. На российско-украинская война уже не раз успела разрушить мифы и фейки о российском оружии и технике. Ведь в бою сразу же все и подтвердилось. И тем более подтвердилось с получением трофеев российской техники и оружия в украинской армии. Так что есть с чем сравнивать. Вот и по гаубицам получается ситуация, что советская и российская артиллерия имеется в украинской армии, как и американская, и есть с чем сравнить. И получается ситуация, что если в американской указано КВО 50 метров, то можете быть уверенными, ее КВО намного точнее, чем указано по паспорту. А вот по советской и российской такого не скажешь. Там скорее все наоборот. Скорее всего указано круговое вероятное отклонение для новых стволов. И по мере износа точно сильно падает. Это означает, что если указано, что 68 метров КВО для МСТА-Б, то меньше не будет. Может быть только больше. И давайте теперь попробуем сравнить площади поражения по КВО всех трех арт-систем. Для чего попытаемся подсчитать боковое отклонение по дальности для М3-7. Сразу нужно уточнить, что в одних источниках указывается отклонение 8 метров, в других до 10 метров, в третьих вообще в 5 метров боковое отклонение. В общем, какой из этих источников более правдивый, непонятно. А возможно там ситуация в точности повторяет историю с различными заявлениями по отклонению по дальности, где одни источники указывают на 50 метров, вторые на 25. В общем, возможно ситуация еще зависит от того, оцифрована ли артиллерия или нет. Или объединяет все рассмотренные нами ранее причины таких расхождений по М3-7 по отклонению по дальности. Ну, давайте рассуждать логически. Если у М100Б боковое отклонение составляет 11 метров, то 10 метров никак не может быть у более новой и современной М3-7. Там однозначно меньше. То есть, или 5, или 8 метров. Это если рассуждать логически. Давайте возьмем с запасом. Пусть будет 8 метров боковое отклонение. Вот тогда как будет выглядеть наша зона поражения ПАКВО для М3-7. Что мы имеем? Разброс для 50% боеприпасов составляет 100 на 16 метров. 93% боеприпасов упадут в зону с разбросом в 200 на 32 метра. И 99,8 выпущенных боеприпасов должны накрыть зону в 300 на 48 метров. То есть, как видим, если брать по площади, то точность М3-7 фактически вдвое выше, чем у М100Б. А с гиацинтом вообще во многие разы. Там соразмерность зон поражения реально просто несопоставима. При этом мы для М3-7 брали в расчет самые максимальные показатели. Это означает, что вот эта зона поражения для М3-7 является самой максимальной. А что если М3-7 действительно имеет более лучшую точность, скажем, в связи с компьютеризацией и более технологической сборкой? Что если отклонение в 25 метров по дальности это не пустые слова и предположения, а реальная правда? Давайте подсчитаем, какая будет тогда ее точность, если сравнить ее к ВО в 25 метров по дальности и 5 метров по боковому отклонению. Вот как тогда будет выглядеть зона поражения разброса боеприпасов по КВО. 50% выпущенных боеприпасов упадут в зону 50 на 10 метров. 93 лягут на площади размером 100 на 20 метров. Остальные на площади 150 на 30 метров. В последнем случае, если это правда, то М3-7 ложит все свои 100% боеприпасов намного точнее, чем гиацинт свои 50. В любом случае, как показывают подсчеты и площади поражения по круговому вероятному отклонению, американская М3-7 в обеих вариантах очень сильно превосходит по точности советские М-100Б и тем более гиацинт Б. Ну и площадь поражения говорит сама за себя, насколько точность играет важнейшую роль для артиллерии. М3-7 в этом плане оставляет далеко позади своих конкурентов, хотя и конкурентами их не назовешь. Просто противники. Ведь вооруженные силы Украины переходят на западную артсистему, в частности М3-7, а Россия пользуется советской или переходит на более древнюю советскую с еще более плохими, худшими, тактико-техническими характеристиками и точностью. И еще раз нужно уточнить, что на рисунке соотношение площади поражения по зонам кругового вероятного отклонения артиллерии автор показал с точностью до 1 пикселя. То есть максимально соблюдены пропорции площади зон кругового вероятного отклонения. Поэтому они очень ярко иллюстрируют возможности артсистем по точности. Теперь кроме точности ведения огня и КВО давайте сравним советскую МСТА-Б и американскую М3-7 по остальным основным базовым тактико-техническим характеристикам. Для чего сначала давайте узнаем про М3-7 более детально. Нужно сказать, что давайте будем сравнивать то, что поступило в Украину и чем воюет украинская армия, и то, чем воюет российская. Первой гаубицей, которая массово стала поставляться странами НАТО в Украину, стала американская М3-7. Она была создана в 2005 году, калибр 155 мм. Фактически по калибрам они приблизительно равны. Дальность ведения огня у МСТА-Б составляет до 25 км, если быть точно 24,7 км. А при использовании активно-реактивных снарядов до 29 км. Но таковых на России уже практически не осталось, и основными боеприпасами являются стандартные осколочно-фугасные боеприпасы с хранения со времен еще СССР. Американская М3-7 может вести огонь на 30 км дальности осколочно-фугасным снарядом, а активно управляемым, например, экскалибуром на дистанцию в 40 км. То есть, как видим, американская тут значительно выигрывает по дальности. В том числе и у новых снарядов, которые начали выпускать российские заводы, опустошив советские склады. А поставки из Северной Кореи или Ирана, так это они поставляют в основном все те же снаряды советского образца. Теперь, скорострельность российской советской гаубицы до 7 выстрелов в минуту, а у американской 5 выстрелов в минуту. И, казалось бы, российская превосходит, причем значительно, 2 выстрела все-таки. Но не тут-то было. Потому что американская артиллерия полностью напичкана электронными системами вычисления, а в российской электроникой и не пахнет. Это означает, что компьютер может сам автоматически вычислять и делать все необходимые поправки и корректировку, также в зависимости от метеорологических условий, что ускоряет подготовку к выстрелу и корректировку при ведении огня. А на российской это во многие разы дольше, ведь все это делается вручную. То есть, если говорить кратко, то американская гаубица компьютеризована, имеет свой бортовой компьютер. А на российской такого в принципе никогда не было, ведь это советская пушка времен 1980-х годов прошлого века. Значит, в целом скорострельность и точность и все поправки на американской делаются намного быстрее. Да и вообще, только одно наличие компьютера и его отсутствие сразу говорит о том, что эти гаубицы разных поколений и в принципе не подлежат сравнению ввиду крайне сильного превосходства американской над советской российской. Но продолжим, ведь они имеются в значительных количествах в украинской армии и российской. Расчет у обоих состоит из 8 человек, но у американской М3-7 может быть и 5 человек, ведь большинство вычислений там делает компьютер. Чтобы понимать разницу, М3-7 может понадобиться всего 2-3 выстрела, чтобы поразить бронетехнику противника на расстоянии в 30 километров. А для сравнения МСТА-Б может понадобиться несколько десятков выстрелов, и то на дальность только до 24,7 километров. Вот вам и разница. Теперь масса советской гаубицы 7 тонн против 4 тонн американской М3-7. То есть американскую можно таскать даже внедорожников, как Хаммер, к примеру. А российскую только грузовиком или гусеничными тягачами. И это дает огромные преимущества в транспортировке и смене позиций при необходимости украинской армии. Что важно, мы указали в наших расчетах дистанцию ведения огня в 30 километров. Это базовые осколочно-фугасные боеприпасы. При этом, как мы уже уточнили ранее, в США имеются снаряды с увеличенной дальностью, известные как ARF-B. Ими дальность огня увеличивается приблизительно на треть в сравнении с обычными осколочно-фугасными. Поэтому для этих снарядов указывается диапазон дальности как 30 километров плюс. Различные версии могут вести огонь на дистанцию от 28 до 37 километров. Известно, что эти снаряды уже поставлялись в Украину. Такие снаряды тоже довольно распространены в странах НАТО и в США в частности. А значит могут поставляться и в Украину в значительных количествах. И кстати, они имеют лучшую точность, чем при использовании активно-реактивных. При этом имеют такую же дальность. Так что главным преимуществом западной артиллерии ИМ-777 в частности является ее более высокая точность по сравнению с советской и российской. Вот видео с фронта. Поселок Клещеевка в районе Бахмута. Август 2023 года. Эта аэроразведка 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады обнаружила подразделение российской армии. А военные 45-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ уничтожили цель из гаубицы М3-7. Как видим, первый снаряд лег рядом с БМП противника. Скорее всего, уже этого хватило, чтобы сделать из ее бортов решето, сито. Именно так происходит с советской техникой, когда рядом с ней разрывается артиллерийский снаряд калибром 155 мм. Так что фактически цель была поражена уже с первого выстрела. Но чтобы, как говорится наверняка, артиллеристы выпустили еще один снаряд, который точно поразил цель. Так что, как видим, для поражения цели такого типа, для М3-7 достаточно сделать всего до двух выстрелов. На советской это сделать во многие разы сложнее. Это и называется высокая точность западной артиллерии. В результате проведенного детального анализа, сравнение самых новых гаубиц крупного калибра Гиацинт-Б и М-100Б, которыми были оснащены украинская и российская армия на момент начала полномасштабной российско-украинской войны, а также поступивших на вооружение украинской армии американских гаубиц М3-7-ки, можно сделать вывод, что советские гаубицы крайне сильно уступают практически по всем тактико-техническим характеристикам и боевым возможностям американским М3-7-ки. Особенно это касается точности ведения огня и дальности, которые мы очень детально рассмотрели в видеообзоре. Фактически разница между ними настолько велика, что их даже нельзя сравнивать между собой. По сути это гаубицы разных поколений. Советские гаубицы Гиацинт-Б сильно уступают по тактико-техническим характеристикам советским М-100Б, а те в свою очередь крайне сильно проигрывают американским М-3-7-ки. Между М-100Б и М-3-7-ки разница в целые поколения. В результате этого можно сделать вывод, что оснащение украинской армии американскими гаубицами резко повышает боеспособность артиллерийских подразделений, что доказано на практике в российско-украинской войне. При этом важно подчеркнуть, что результатом войны стала милитаризация Украины новейшими гаубицами крупного калибра, западными гаубицами. Напротив, для России война стала фактором масштабнейшей демилитаризации. В результате которой российская армия стала массово использовать гаубицы еще более ранних поколений, среди которых Д-20 образца 1947 года и Д-1 образца 1943 года. И в следующей 22-й части нашего видеообзора мы узнаем, чем обусловлен такой переход на более ранние артсистемы. Именно о милитаризации Украины и демилитаризации России в российско-украинской войне мы и поговорим в нашей следующей части, где помимо артсистем, также коснемся возможностей стран по производству боеприпасов, а также международной помощи союзников Украины и союзников России. Следующая часть видеообзора будет представлена вам в конечных заставках, а ссылочка есть в описании под этим видео. Отдельная благодарность автора всем, кто помогает каналу, ваша помощь очень важна. Ставьте лайк, распространяйте видео в соцсетях, интернете, пишите комментарии и ожидайте новое интересное и увлекательное видео. Спасибо за просмотр. Субтитры создавал DimaTorzok